Из-за снежной бури, которая ударила по южным штатам США, миллионы людей остались без электричества. Сильнее всего пострадал Техас. Массовым явлением здесь стали прорывы труб водоснабжения и канализации. Из-за ажиотажного спроса опустили полки магазинов, как на этих кадрах из супермаркета Walmart в городе Остин. Во всех 234 округах штата введен режим чрезвычайного положения. Мощный снегопад и сильный ветер привели к затруднению транспортного сообщения в Краснодарском крае и Крыму. В Керчи за ночь выпала месячная норма осадков. На подъезде к Крымскому мосту находятся более 100 автомобилей. Сообщается о полном прекращении движения в Темрюкский район со стороны Славянского района и Анапы. Отрезанными оказались поселки Орджоникидзе, Коктебель, Курортное и Краснокаменка под Феодосией. Между тем жители Майкопского района Республики Адыгея предаются веселью и ловят момент, чтобы вдоль насладиться настоящими зимними забавами. Восьмилетний пес Акай породы Бордер Коли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года. В прошлом году Акай принял участие в 32 поисково-спасательных операциях. Однако удивительный пес работает не только в своем регионе, а вместе со своим хозяином-кинологом-спасателем 2-го класса Александром Александровым участвует в спасательных операциях по всей России. Многодетный полицейский Достан Султангалиев из Актоби приютил в своей однокомнатной квартире 80-летнюю Людмилу Шевченко, которую выгнал на улицу единственный внук. В ноябре 2020 года, после очередного скандала с внуком, который заложил ее квартиру для вложений в собственный бизнес, Людмила оказалась на улице в 20-градусный мороз и не знала, что ей делать дальше. В таком состоянии бабушка обнаружил патруль и отвез в опорный пункт милиции. Там пенсионерка и познакомилась с капитаном Султангалиевым. Достан после беседы с супругой решил забрать пожилого человека к себе домой. Сейчас Людмила живет вместе с четырьмя детьми супружеской пары в их однокомнатной квартире и надеется на помощь от социальных служб. Ксения Счастливцева из Санкт-Петербурга продает ювелирные украшения и на вырученные средства оказывает поддержку фонду друзей Балтийской Нерпы. Первая партия украшений из 16 штук разлетелась довольно быстро. Продажа ускорила то, что фонд узнал о задумке Ксении и поддержал ее на своей странице в социальной сети. Девушка надеется, что в ближайшем будущем ей удастся вживую встретиться с подопечными фонда, как она их называет, милыми жирными штучками, вдохновившими ее на создание полюбившихся многим брошек. Тигр Шерхан из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» умеет не только громко рычать, но и имеет способность к пению. Расхаживая по вольеру или сидя на возвышении, тигр берет высокие ноты. Репертуар восходящей звезды Барнаульского зоопарка пока невелик, однако в его арсенале уже есть несколько хитов, которые напомнили некоторым пользователям интернета композиции российского певца Витаса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова